Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами поговорим еще об одной женщине. Я имею в виду Екатерину Романовну Воронцову в замужестве Дашкова. Она так и вошла в историю, как Воронцова-Дашкова. Надо сказать, что Екатерина Романовна, она представительница одного из очень солидных семейств, которое в это время было в фаворе, но прежде всего благодаря усилиям ее дядьки. Михаила Илларионовича Воронцова. Ну, тут уж судьба распорядилась. Когда Елизавета Петровна брала власть в свои руки, он оказался на запятках ее кареты. И это не забылось ни ему, ни его потомкам. Он чувствовал себя очень хорошо. Отец Екатерины Романовны жаден был без меры, за что его прозвали Роман Большой Карман. Когда девочке было два года, мать умерла, и отец особенно ее не интересовался, воспитывалась она как раз у дядьки. За что была благодарна ему до конца своих дней. Она всегда очень тепло вспоминала о нем. Вообще, это удивительная еще женщина, потому что редко когда мы имеем такое количество свидетельств о ее жизни. И не потому, что она, занимая солидные, в общем-то, посты, она пользовалась действительно уважением окружающих. Но она еще и сама писала. Есть записки Екатерины Дашковой, хотя, надо сказать, что записки эти весьма своеобразные. Они очень хорошо показывают характер этой женщины, а она всегда была человеком жестким. Как написал один автор, что в то время еще не изобрели железобетон, но характер ее был железобетонный уже. Она проявляла, конечно, вполне такие мужские черты и в поведении, и в характеристиках. И это тоже наложило свой отпечаток на тот образ, который сложился в истории. Екатерина Романовна получила неплохое образование по тем временам, если говорить о домашнем воспитании. Она умела рисовать, она владела несколькими языками. Недостаток был только один. По-русски она не говорила, что потом приведет к целому ряду неприятностей в ее жизни. Но русскому она будет учиться, и надо сказать, что она внесет колоссальный вклад в развитие русского языка, потому что компенсируя этот недостаток молодости, она потом создаст российскую академию, которая будет заниматься проблемами русского языка, и в которой будет издан первый словарь русского языка, первая грамматика русского языка. То есть это женщина, которая внесет свой вклад в развитие русского языка, и вклад ее тут совершенно неоспорим. Ну а пока она девочка, которая больше занимается тем, что сама образовывается. Она очень много читает. Она очень много читает, причем у нее любимые авторы. Это Вольтер, это Монтестье, она читает философов. Девочке в это время совсем немного лет, 14-15 лет. И она уже очень хорошо образована, именно потому что начитана, она очень многое обдумывает, она размышляет о жизни, она размышляет о каких-то высших материях. Очень романтичная особа, безусловно. И эта романтичность играет с ней довольно злую шутку. Когда ей было 15 лет, у нее было две встречи, которые определили всю ее дальнейшую судьбу. Ну, во-первых, она однажды знакомится с потрясающим красавцем, такой офицер большого роста, красивый, статный, Михаил Дашков, она влюбляется в него. Сама она говорила, что он в нее тоже сразу влюбился с первого взгляда. Хотя в это поверить довольно трудно. Я объясню вам, почему сохранились описания Екатерины Романовны. Надо сказать, что описания не очень, так сказать, вдохновляющие. Ну, вот, например, Гидро, который был знаком с ней, он потом напишет, «Княгиня Дашкова вовсе не хороша. Она мала ростом, лоб у нее большой и высокий, щеки толстые и вздутые, глаза ни большие, ни малые, несколько углубленные в орбитах, нос приплюснутый, рот большой, губы толстые, зубы испорчены, талии вовсе нет. В ней нет никакой грации, никакого благородства, но много приветливости». Портрет, который сохраняет образ Екатерины Романовны, он вовсе не напоминает тот жуткий портрет, который пишет Гидро. Да, словесный портрет. Кому больше тут можем мы доверять? Я бы больше доверял Гидро. Потому что все такие аппаратные портреты, они всегда, как говорят, лакировали действительность. Но, как бы то ни было, вроде бы ей Михаил Дашков ответил взаимностью. Хотя есть и другой рассказ о том, как произошло все это. Любовь с первого взгляда была довольно своеобразной. Якобы Михаил Дашков начал говорить всякие комплименты девице, которой было 15 лет. она это расценила по-своему, позвала дядю и сказала, вот мне делают предложение давать согласие или нет. Дяде уже было невозможно отказать, понимаете? И, судя по всему, этот брак состоялся, в общем-то, не совсем с согласия самого Михаила Дашкова. То есть он, видимо, не предполагал даже, какие последствия может иметь высказывание комплиментов молодой девице. Но надо сказать, что и разочарование наступило довольно быстро. Хотя Екатерина Романовна очень любила своего супруга. Скажем, она не то, что будучи на сносях, а уже накануне родов, узнав, что муж почувствовал себя плохо, побежала к нему, несмотря на то, что ей было очень тяжело. Она пришла к нему, чтобы поинтересоваться, как он себя чувствует. Потом вернулась и тут же родила сына. Она родила сына и дочку Дашкову, у них были дети. Хотя, надо сказать, что с детьми у Екатерины Романовны, конечно, было все плохо. Сын, получив, наверное, такое воспитание, думаю, он начал пить, играть в карты, разгульный образ жизни какой-то вел. В общем, он не близок был матери с дочерью. Она тоже разругалась, в конце концов, до такой степени, что даже запретила дочке подходить к гробу, когда она умрет. Характер вообще у женщины был очень тяжелый. Очень тяжелый. И об этом говорили практически все. Ну, а пока предстояла еще одна встреча. И эта встреча тоже происходит приблизительно в те же самые 15 лет. В дом к Воронцовым приходит супруга наследника престола. Они сразу находят общий язык. И Екатерина Романовна об этом прямо будет писать. О том, что первая же встреча позволила найти родственную душу у двух Екатерин. У Екатерины Великой и у Екатерины, как ее называют, еще Малой. Тоже Екатерина вторая будущая императрица. Детство-то у нее было, в общем-то, не из самых веселых. Они сходятся практически сразу. У них общие интересы. У них общие взгляды на жизнь. И Екатерина Романовна начинает рассказывать о том, что... Ну, правда, она рассказывает это потом. Уже после смерти Екатерины Второй. Уже когда сама Екатерина Романовна будет в изрядном возрасте. И не забудем еще одно. Это пишет человек, который был глубоко обижен. Оскорблен просто невниманием к ней самой и тем, что ее использовали. И она несколько корректирует прошлое. Она делает его чуть красивее, чем оно было на самом деле. Такое часто бывает. И вот Екатерина Романовна рассказывает, как она по тайной лестнице, о которой ей рассказали, приходит к Екатерине, как они начинают советоваться. Разговор идет о заговоре против супруга Екатерины, против Петра Третьего. Самое активное участие в этом заговоре Дашкова отводит себе. Она рассказывает о том, что она чуть ли не была пружиной этого заговора, чуть ли не инициатором свержения Петра Третьего, отправления его в заключение. Хотя на самом деле, если мы внимательно почитаем воспоминания Екатерины Романовны, окажется, что разговоры, которые она записывает с задним числом, это такие, знаете, романтические разговоры, но романтические даже не только в смысле романтики, но и в смысле романа. То есть это литературные произведения, совершенно пустые по своей сути. Разговор идет о каких-то общих совершенно вещах. Судя по всему, Екатерина Великая, Екатерину Малую, во все дела не посвящала. Она ее терпела и использовала для того, чтобы распространять слухи, собирать сплетни, привлекать достаточно умных людей на свою сторону. Понимаете? А вторым действующим лицом этого заговора оказывается Григорий Аллов. Фаворит Екатерины. И вот здесь вот все было гораздо серьезнее, потому что Григорий Тарлов, он как раз играл очень заметную роль в организации заговора. Когда Екатерина свергает Петра Третьего, происходит вообще потрясающая вещь. Екатерина Романовна Дашкова не участвует в этом мероприятии. Она приходит, когда все уже закончилось. Она потом будет объяснять, что это было связано с тем, что ее портной не успел приготовить мужской костюм для переворота. А какой же переворот без мужского костюма? Карнавальный век. Помните, мы с вами говорили, да? Смешное объяснение. Она одевает мужской костюм уже будучи во дворце. Она заходит уже к Екатерине, которая становится полновластной правительницей, подходит тут же к ней, начинает что-то ей шептать на ухо, давать какие-то советы. Что она за советы дает, совершенно непонятно. В чем тут фокус? Она действительно только из-за костюма опаздывает на переворот государственный? Нет, судя по всему, все было гораздо проще. Она проспала. Она проспала по одной простой причине. Ее никто не предупредил о том, что будет переворот. Екатерина ее использует, но не доверяет ей до конца. Дашкова думает, что это ближайшая подруга. Екатерина, судя по всему, так не думает. В этом Дашкова очень скоро убеждается, потому что как-то она, значит, по тайной лестнице тоже приходит в покой как ближайшая наперсница, как ближайшая подруга к Екатерине. И каково было ее разочарование, когда она увидела на КНП развалившегося Григория Орлова, который рвал, значит, небрежно конверты с пометкой «Совершенно секретно», читал «Совершенно секретные сенатские документы», она понимает, что она тут вообще не нужна. Она начинает осознавать, что ее используют. И Екатерина тут же, понимая это, отстраняет Дашкову. Она делает довольно любопытный такой ход. Она использует повод вот пустяшный. Помните, я вам сказал, Екатерина Романовна не говорит по-русски. Это у нее вызовет осложнение со свекровью, когда она уедет к свекровью в Москву. Свекровь не говорила ни на одном из иностранных языков, а Дашкова не говорила по-русски. Им трудно было понять друг друга, да? А тут Дашкова позволяет себе в присутствии русского солдата говорить с Екатериной по-французски. Безобразие. Она отправлена в ссылку. Она отправляется в село, и Екатерина Романовна вынуждена отойти от дел. Разочарование чудовищное совершенно, потому что это женщина, которая всегда была не просто честолюбива, она была тщеславна. Есть такой порог у нее, тут никуда не деться. Она хочет видеть себя в числе лидеров, она хочет определять эту политику. Оказывается, что ее просто используют, а потом просто отказываются от нее, как ненужные вещи. Она совершенно разочарована уезжает в село, она начинает проситься за границу, ей дается разрешение на отъезд за границу. Повод достаточно хороший, потому что она хочет заняться образованием своего сына, должна дать ему хорошее образование за рубежом. Получает разрешение, потом много лет она находится за границей, она объездила всю Европу, причем с небольшим перерывом, где-то года в полтора, когда она приезжает в Россию, потом опять уезжает завершать обучение своего сына. Но пока она пребывала за границей, она проделала колоссальную совершенную работу. Она начинает встречаться с теми самыми мыслителями, которых она читала. Она встречается с Вольтером, она встречается с Дидро. Лучшие учителя у ее сына. Как потом напишут, что западные мыслители выстраивались в очередь, чтобы встретиться с ней не за ее внешность, которая была, как мы с вами говорили, не очень-то приятная, а из-за ее ума. Ее признают как первый ум России. И когда она возвращается из этого турне заграничного, Екатерина Вторая решает, что ее надо использовать. Она приглашает вновь к себе Екатерину Романну и дает ей очень ответственный пост. Она назначает ее главой Российской Академии Наук. Но надо сказать, что нигде в мире женщина Академии Наук никогда не возглавляла. Это был совершенно потрясающий прецедент. Но тут надо отдать должное Екатерине Второй, женщине очень умной, но в отличие от Екатерины Романны не такой открытой, которая могла в глаза улыбаться, а за глаза делать какие-то даже гадости. Она была очень хитрым политиком, она человеком была вообще очень аккуратным, даже когда она избавилась от своего супруга, помните, мы с вами говорили о том, что заключить-то его заключили, в темницу. Но дальше это что делать? И вот тогда Екатерина получила письмо, я как-то уже упоминал, вот записка небольшая, текст этой записки просто фантастический, позволим себе прочитать его. Матушка, милосердная государыня, как мне изъяснить, описать, что случилось? Не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась, погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете, но никого сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя, но государыня, свершилась беда, мы были пьяны, и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором, не успели мы разнять, а его уж и не стало, сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни, помилуй меня хоть для брата, повинную тебе принес и разыскиваю ничего, прости, или прикажи скорее окончить, свет немил, прогневили тебя и погубили души навек. 6 июля 1762 года. О чем идет речь? Случайно по пьяному делу убили государя императора Петра Третьего. Ну не помним, как это произошло. Маскарад. Конечно она ждала этого, конечно она этого хотела. Вряд ли она отдавала прямой приказ убрать супруга, но все прекрасно понимали, к чему идет дело. Человек очень умный и очень опасный. Екатерина Романовича совершенно другого склада. она начинает заниматься делами академии, она учреждает вот ту самую российскую академию, которая начинает заниматься вопросами русского языка и вносит колоссальный вклад в развитие российской науки. Это безусловно вклад выдающийся. Но при всем при том, причем она всегда хочет быть первой. Она во всем хочет быть первой. Это тоже отмечают очень многие из современников. Ну вот например, подруга ее пишет. Она пишет, в наружности разговоре манерах ее есть какая-то оригинальность, отличающая ее от всех других людей. Она помогает каменщикам возводить стены, сама проводит дороги и кормит коров, сочиняет музыкальные пьесы, пишет статьи для печати и громко поправляет священника в церкви, если тот отступает от правил. А в театре прерывает актеров и учит их, как надобно выполнять роли. Княгиня вместе доктор, аптекарь, фельдшер, купец, плотник, судья, администратор. Представляете, как его жить рядом с таким человеком? Она священника учит, как надо службу вести. Она актеров останавливает спектакль и объясняет им, как надо играть. Это просто чудовище в юбке. Близкие к ней люди страдают невероятно. Понимаешь, что это кажется нам смешно, да, это действительно забавно. Вся Москва над ней потешается. Вся Москва потешается. Она, скажем, рассказывает о том, что она сама спроектировала дом в своем подмосковном имении. Кваренге архитектор строил его. Но она, видимо, ему просто рассказала, как надо проектировать и как надо строить. Я так понимаю. Она как-то отличилась тем, что у нее в цветник влезли соседские две свиньи. Она была так разъярена, что приказала зарубить хрюшек и зарубили этих несчастных созданий. Соседи подали в суд. Ей пришлось заплатить штраф 60 рублей. Все катались просто от смеха, издевались над ней. Она не глупая была женщина, это все прекрасно понимала. Сделать с собой ничего не могла. Характер был такой. Характер был такой. Она всех поучала, она всех наставляла и была страшно обижена тем, что ее заслуги не получили достойного вознаграждения. Но надо сказать, что вот эта тяжесть характера, ее бесконечные прямые выпады. Причем она никогда не стеснялась говорить в лицо все то, что она думает. она никаких дипломатических разговоров не вела, она все говорила как есть. В конце концов привело к тому, что она издавала очень интересный журнал «Российский феатр». Вот в этом российском театре была опубликована пьеса «Вадим Новгородский», пьеса о новгородских вольностях. А это, знаете, время-то очень такое сложное. Это время Великой французской революции. Это время, когда все воспринималось с большой опаской. Павел Первый потом вообще запретит носить французские платья, понимаете, он будет бороться против всего, что могло так или иначе напоминать вообще Францию. Он боится этой революции. Понимаете, и сам Павел спал, так сказать, неспокойно, его приближенные тоже. Аркчеев в это время никогда две ночи подряд не спал в одной постели. Боялись, боялись, боялись до паники. Но вот в это время вдруг Екатерина Романовна публикует пьесу, в которой говорится о новгородских вольностях. Естественно, ее тут же отставили. Ей велено было уехать в имение и больше не показываться при дворе. Удар был совершенно страшный. Ее унизили, ее оскорбили. Не посчитались с ее заслугами. Она уезжает обиженная. И вот там уже в деревне она начинает писать свои записки. Записки, в которых она будет вспоминать лучшие моменты своей жизни, связанные с Екатериной. А на слово худого никогда Екатерина не напишет. Это всегда самые возвышенные тексты, это всегда самые лестные эпитеты. Но обида, которая там присутствует, она сквозит просто в каждом слое. В каждом слое. Записки очень пристрастные. И в то же время чрезвычайно интересные. Интересные прежде всего своей пристрастностью. Понимаете, очень часто говорят, что вот почему вы и стоите не расскажете нам, как все было на самом деле. Кто его знает, как все было на самом деле? Мы даже сейчас вот с вами участвуем в событии, которые никто из нас не сможет описать, как это было на самом деле. По многим причинам. Потому что я вижу вас, вы видите меня, но я себя не вижу, а вы себя не видите. Если мы с вами и увидим друг друга, то только глазами оператора, да? Со стороны. На самом деле это очень сложный процесс. И объективно описать историю нельзя. История всегда субъективная. Вот для Екатерина Романовна это была, конечно, история обид. Это была история обид. И в то же время история потрясающего взлета этой женщины, которой все отмечали ее ум, все отмечали ее образование, все отмечали ее очень такую открытую расположенность к людям. Романтическая совершенно особая, несмотря ни на что. Обиженная именно потому, что ее лучшие романтические чувства оказались невостребованными. Она думала, что все такие романтики. Нет. Вокруг были циники, практики. Рядом с ней была Екатерина Вторая, которая вообще была очень циничной женщиной, как подавляющее большинство правителей. Ну, а когда на смену Екатерине приходит Павел Первый, Павел, конечно, припомнил Екатерине Романне Дашковой и ее близость к Екатерине, и ее участие в заговоре против отца, Павла, и она вообще удаляется полностью от дел. Полностью от дел. Это, казалось бы, поставило навсегда точку в судьбе этой совершенно потрясающей женщины. Но, правда, потом, как вы помните, придет к власти Александр Первый, он пригласит Екатерину Романну опять ко двору, Академия наук окажет ей высочайшую честь, потому что ей предложат вновь занять, причем это не государь предложил, это академики предложили, занять ей пост президента Академии. Но Екатерина Романна откажется. Она устала. Она устала, и это чувство обиды в ней так и сохранилось. б coin de и батюр sensation сам оносит